Публичные слушания начались с доклада первого заместителя главы округа Алексея Карпова о социально-экономическом развитии Подольска. В 2021-м работа в этом направлении позволила нашему городу сохранить ведущие позиции среди муниципалитетов области по целому ряду основных показателей. И по оценке в 2022 году ожидается сохранение положительной динамики. Рассмотрели на слушаниях и проект бюджета округа на следующий год. Традиционно он будет социально ориентированным. В проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы. Расходы на социальную и культурную сферу, таких как образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт составят в 2023 году 12,342,9 млн рублей или 67,9% в общем объеме расходов бюджета. Председатель Совета депутатов Николай Пестов особое внимание обратил на самые значимые проекты будущего года. Так, большая часть бюджета 2023-го запланирована на благоустройство общественных пространств округа. Это стелы, это обустройство детских игровых площадок, это благоустройство пространств для активного отдыха, площадка в Климовске, устройство систем наружного освещения, значительная сумма в данном случае. Благоустройство лесопарковых зон, пешеходных зон по бульвару 65-летия Победы, благоустройство скверозащитников Родины, сквера ДК-1. Часть средств направлена и на преобразование Дубровицкого леса. Там уже стартовали работы по масштабной реконструкции. Первый участок, основное содержание – это лыжерольная трасса. Сейчас уже работы начаты, к новому году должно быть освоено 69 миллионов рублей. Строить городок расположен, место для стоянки, входная зона, павильоны для передевания, игровые площадки, санитарные помещения. Реконструкция стадиона «Весна» также немаловажный вопрос, на который обратил внимание председатель Совета депутатов. Каково положение дел по этому объекту? Когда начнется реконструкция и одним объектом какого года он является? В начале года будут торги и завершение сентября 2023 года. Будет установлен мини-стадион. Это стадион с искусственным полем футбольным, беговые дорожки, освещение, раздевалки, трибуны. И многофункциональная хоккейная площадка, соответственно, с искусственным покрытием, с раздевалками, площадка ГТО и универсальная спортивная площадка. Кстати, работы на стадионе уже стартовали. Сейчас там приступили к сносу трибун и подтрибунных помещений. В ряду расходов капитального характера заложены и средства на строительство котельной в микрорайоне Силикатное. Пока оно предусматривается в течение 2023-2024 годов. Отдельную строку в бюджете занимает и возведение детских садов на улице Вокзальной и на улице Школьной. Они будут введены уже в следующем году. А вот школа на улице Победы в Климовске распахнет свои двери в 2024-м. Планируется ли выделение денежных средств в бюджете нашего округа и в областных бюджетах на обеспечение инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры земельных участков и медмагалетным сеням? Мне пришел официальный ответ о том, что в рамках программ развития инфраструктур Московской области будет предусмотрено в 2023 году проектирование, в 2024 году финансирование этого направления деятельности. Особое внимание уделено и расходам по организации отдыха детей в каникулярный период в части приобретения путевок в загородные лагеря, поскольку муниципальные оздоровительные центры «Мечта и Родина» в настоящее время задействованы для размещения граждан из ЛНР, ДНР и Белгородской области. Депутат Михаил Чириков и другие жители Подольска озабочены судьбой Дома книги. Николай Пестов озвучил поступивший по данному объекту вопрос на публичных слушаниях. Помещение требует капитального ремонта, но в 2023-м эти работы не учтены бюджетом. Для реконструкции необходимо более 150 миллионов и пока такую значительную сумму выделить не могут. Объект пока останется законсервированным. Благоустройство пространства между домами 16 и 18 по улице Колхозной – еще один немаловажный вопрос. Предложение об организации по этому адресу сквера поступило от гражданина Ильи Серова. Я прошу найти возможность в рамках титульных списков при исполнении бюджета данного вопроса рассмотреть. Он поднимался уже несколько лет. Вопрос о создании сквера на этой территории. Поэтому подрисую и вероятному решению комиссии также нарисую обращение по проектированию общественных пространств на этой территории в адрес администрации округа. Все поступившие вопросы и предложения будут рассмотрены на заседании комиссии по бюджету. После документ вынесут на заседание Совета депутатов округа.